Первая архитектурная новинка расположилась в районе красных фонарей. Стальной мост, который был напечатан на 3D. Очень фактурный кирпичик, а сверху расположена такая конструкция из полированной стали. Если хотите открыть бутик на самой крутой улице в Амстердаме, то добро пожаловать, там объявление висит. Привет, друзья! Будучи на длинной пересадке в Амстердаме, решил сюда забежать, ну в смысле заехать в центр и показать пару интересных объектов, которые появились буквально за последний год или даже полгода. О некоторых рассказывал в наших новостях, ну, конечно, вживую посмотреть интереснее. Поэтому усаживайтесь поудобнее, выпуск будет коротким, но интересным. Ну, а если еще не были подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что мы здесь про путешествия, ну и, конечно, про дизайн и архитектуру тоже. Ну, а если эта тема интересует вас серьезнее, то тогда подпишитесь на основной канал, где мы, собственно говоря, эти новости и выпускаем. Первая архитектурная новинка расположилась в районе красных фонарей. Ну, это, наверное, самый посещаемый туристами район, причем, наверное, не с целью получения услуг, предлагаемых здесь в первую очередь, а именно посмотреть. Ну и, конечно, вот в этих окнах к вечеру появляются те, на кого все хотят посмотреть. Кстати говоря, фотографировать их без разрешения нельзя, можно получить штраф, так что если окажетесь здесь, не вздумайте. Ну, либо сразу готовьте 95 евро. Так вот, что касается этой новинки, это стальной мост, который был напечатан на 3D. Причем проект начался 6 лет назад, начал его Юрис Ларман. Создавал он его совместно с компанией MX3D, собственно, соучредителем которой и является. Напечатан он из стального прутка, имеет, конечно, совершенно фантастическую форму, которая, ну, в общем, абсолютно не отсюда. Она здесь смотрится очень комично, с одной стороны, может быть, неуместно, но вызвала вполне справедливую критику. И за дизайн в том числе. Некоторые даже назвали, что это такой мини-аэропорт Захихадид, прямо посередине квартала красных фонарей. А критику он получил, ну, во-первых, за сроки реализации и за стоимость. Естественно, это получило все в разы дольше и дороже. И, конечно, жители Амстердама задавали вполне разумные вопросы. Какого черта можно было обычный мост построить? Ну, если бы строили все только обычное, то тогда бы мы все жили очень обычно. Так что хорошо, что такие проекты все-таки появляются. Еще одно тоже вполне справедливое замечание касается доступа на этот мост. С одной стороны, он вполне удобный, а с другой стороны, здесь аж двойная такая ступенька. Ну, и, конечно, учитывая, что Амстердам – это город велосипедистов, это оказалось очень неудобно. Ну, и изгиб также тоже достаточно неудобный, особенно для людей-колясочников, потому что, конечно, на него забраться довольно тяжело, несмотря на то, что специальное покрытие, такое противоскользящее было установлено. В остальном, конечно, мост действительно очень интересный, показывает все возможности 3D. И, конечно, это технология будущего, и она будет развиваться, ну, в том числе и в мостостроении. И когда-нибудь станет точно такой же достопримечательностью этого района, коими являются, собственно говоря, и жрицы любви, и несколько музеев. Здесь есть даже профессиональный музей проституции. Вот так вот, друзья. Ну что, и пойдем дальше. Мимо дома-музея Рембрандта, мимо еврейского музея, мы попадаем в еще одну архитектурную постройку, которая была открыта в сентябре прошлого года. Это национальный монумент Холокоста, жертвам Холокоста. Согласен, переходик не очень, но, тем не менее, это архитектурные новости. Этот комплекс был построен Дэниелем Либискиндом, архитектором польского происхождения, ныне живущим и работающим в США, ну, а вообще он также по национальности евреи. И он, кстати говоря, что касается еврейских мемориалов, сделал действительно очень много. Это и монументы жертвам Холокоста в США и в Канаде, это еврейский музей в Берлине, кстати говоря, мы там были, и я тоже о нем немножко рассказывал. Это датский еврейский музей, современный еврейский музей в Сан-Франциско, ну, в общем, еврейская тема у него главенствует. Ну и вот очередной монумент, который называется «Имена». Он так называется, потому что состоит из 102 тысяч кирпичей, на которых нанесены 102 тысячи имен. Это имена жертв Холокоста. Причем среди них не только евреи, в том числе и цыганам досталось, причем различных направлений, и Синтии, и Рома. И здесь это все отображено. Помимо этого, тысячи кирпичей оставлены пустыми. Это в память о тех, чьи имена так и не были обнаружены, чьи тела так и не были обнаружены. И, в общем, конечно, это тоже определенную драматичность этому мемориалу добавляет. Из кирпича он построен, потому что это традиционный, как вы видите, строительный материал, который применяется в Голландии, и в частности в Амстердаме. Это действительно хороший, красивый, очень фактурный кирпичик. А сверху расположена такая конструкция из полированной стали, которая связывает вот этот историзм, предыдущие события, с современной Голландией. Потому что, конечно, современная Голландия, она строится из стекла и металла, и здесь это тоже проявляется. Причем эти конструкции наверху расположены тоже не просто так. Это выложенные четыре буквы на иврите, которые означают «в память о». Ну, собственно говоря, в память о тех жертвах, которые погибли в результате Холокоста. Что еще сказать? Красивый, очень человечный мемориал, который, я так полагаю, еще и вечером тоже здорово смотрится, потому что здесь установлена подсветка, также есть и какие-то места для отдыха. В общем, все предусмотрено для того, чтобы зайти и вспомнить ушедших, погибших в результате величайшей мировой катастрофы XX века. Ну и последнее местечко, куда я хотел заглянуть, это знаменитая Амстердамская улица Бутиков, Хувстрат. В одном из самых последних выпусков новостей мы рассказывали о том, что здесь скоро появится бутик с фасадом из кирпича и плитки, напечатанным тоже на 3D. Где он будет, я не определил, потому что тут стройка идет везде. И так впечатление, что бренды соревнуются друг с другом, у кого будет бутик круче. Ну все началось со стеклянного дома по проекту голландского же бюро МВРДВ. Вот так оно называется. Который сначала принадлежал Шанелю, потом там возникли проблемы. Я об этом рассказывал, если интересно, посмотрите, ссылку оставлю на предыдущий обзор. В описании. Ну вот стройка идет, да, тут что-то происходит. Ну и в итоге дом этот реконструировали, и сейчас там благополучно живет бутик Эрме. Рядом, мне кажется, что его в прошлый раз, когда мы были здесь, появился Лабутен. Такой очень веселенький, цирковой, я бы так сказал. Ну, видимо, Диору стало как-то обидно, и они решили, что им нужен новый бутик, и строят тут рядышком. Хотя вот у них там он тоже открыт. Видимо, тоже будут реконструировать, потому что не так давно открылся новый бутик Луи Виттон, который построило тоже голландское бюро, только уже другое, ЮН Студио. И которое отчасти похоже на это здание из стеклянного кирпича. Но там стекло обравлено в металл, и получается такой ажурный фасад. У него такой немножко кружевной, как заявляют авторы. Очень интересные откосы у окон, они в виде фацетов. Ну и, в общем, не знаю, чем оно им не понравилось, Луи Виттону, это здание, но они строят новое. Видимо, еще круче. И рядышком, кстати, тоже расположено пространство, которое почему-то сейчас не занято. Так что, если хотите открыть бутик на самой крутой улице в Амстердаме, то добро пожаловать, там объявление висит. Тоже построен этот бутик по проекту ЮН Студио. И представляет из себя очень интересные окна, которые сделаны в виде прозрачных занавесей, которые как будто раздувают ветер, и они пронизывают и первый, и второй этаж. Ну, а, кстати говоря, и в этом здании, и здании, где располагается Луи Виттон, верхние этажи – это квартира. Поэтому не хотите открывать бутик – купите квартирку. Вот. В общем, здесь полным ходом идут изменения, и, в общем, хувстрат можно назвать бутиковой улицей не только с точки зрения моды, но и с точки зрения архитектуры. Здесь происходят какие-то просто колоссальные изменения на невероятной скорости, поэтому можно приезжать и каждый раз удивляться. Ну, в общем, на этом вот и все. Такие вот архитектурные новости из Амстердама. Надеюсь, что вам понравилось. Поэтому, если так, то не забудьте написать что-нибудь приятное, поставить лайк, ну и, конечно, подпишитесь, если до сих пор не были подписаны. Ну, а если уж хотите нас поддержать, то тогда поделитесь этим видео в своих соцсетях со своими друзьями. Может быть, и им тоже понравится. Увидимся в следующем путешествии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok